Без расчески причесался и умылся без воды, В кресло мягкое забрался и запел на все лады. Кот, пушистый домашний любимец, покорил сердца как читателей, так и писателей по всему миру. Предлагаем нашим читателям познакомиться с кошачьими книгами современных отечественных и зарубежных авторов. В древнейшие времена, когда на земле возникали первые цивилизации, котов уважали и почитали как богов. Не случайно древнеегипетская богиня Бастет изображалась в виде кошки. Да и некоторые другие божества принимали форму представителей семейства кошачьих. Говорят, что при пожаре, наводнении или нападении стада носорогов первым делом спасали не детей, не личные вещи или богатства, а кошку. И какое же суровое наказание полагалось тому, кто оставлял пушистиков в беде. Любимый кот фараона из детективных историй Эми Гринфилд вовсю наслаждается своим привилегированным положением. Есть, спать и загорать на солнышке, не зная никаких трудностей – вот о чем мечтает ленивый кот. Да вот незадача. Во дворце фараона одно за другим происходят загадочные истории. То украдут амулет великой царицы, то разграбят усыпальницу. Приходится коту Ра брать расследование в свои лапы, ведь никто не знает дворец лучше его самого. Однако знала история и те времена, когда котам жилось отнюдь не сладко. В средневековье коты считались пособниками ведьм, а если уж пушистого беднягу угораздило родиться черным от ушей до кончика хвоста, то и его участи остается только посочувствовать. И все же роль котов в жизни средневековых деревень и городов велика. Главный герой произведения Марины Арамштам, кот Ланселот и Золотой город, сирота Дик Виттингтон, отправляется в Лондон, чтобы раздобыть немного денег. Лондон считает Дик, свободный город, в котором золото едва ли не валяется на дороге. Немало испытаний выпадет на долю Дика, но рядом с ним будет теплый, мурчащий кот Ланселот, способный исцелить пустоту на душе юного хозяина. В произведении описываются европейские реалии 14 века, поэтому не советую им знакомиться с книгой в юном возрасте. Она рассчитана на читателей от 12 лет и старше. В 21 столетии коты прочно завоевали статус домашних любимцев. Теперь пушистики могут лежать на диване и спать с утра до ночи. Им даже не приходится добывать себе пропитание. Увы, это доступно лишь тем котам, которые смогут попасть в добрые руки. Другим же приходится бороться за место под солнцем. Нелегко пришлось огромному рыжему красавцу коту из одноименной повести Юрия Ситникова, когда он из-за человеческой жестокости оказался на улице. Возвращение домой к любимым хозяевам займет год, в течение которого на долю кота выпадет немало трудностей. Несмотря на то, что кошки живут бок о бок с людьми на протяжении тысячелетий, кошачий язык так и остается загадкой для человека. Впрочем, возможно, это к лучшему. Вряд ли любящие хозяева были бы рады, узнав, какого невысокого мнения о них их милый пушистик. Кот Чингисхан из юмористической повести «Кот на счастье» Тамары Крюковой не в меру высокомерен, а само существование пуделя Эмика выводит его из себя. Во что выльется вражда Чингисхана и Эмика, и смогут ли они стать настоящей семьей? Однако не только в домах приживаются хвостатые пушистики. История кота Дьюи, кота из библиотеки, который потряс мир, основана на реальных событиях. Маленький котенок из города Спенсер, штата Айова, умиравший от холода в металлическом ящике для сдачи книг при местной публичной библиотеке, выжил благодаря стараниям библиотекарей. Вики Майрон, автор произведения, в те годы возглавляла библиотеку и стала для рыжего котенка самым близким и родным человеком на белом свете. 18 лет продлилась ее дружба с библиотечным котом до самой его смерти в 2005 году. О взрослении Дьюи, его взаимоотношениях с читателями и сотрудниками, о убытии библиотеки американского городка и о местных сообществах. Об этом и многом другом будет интересно почитать как читателям старшего школьного возраста, так и взрослым. Коты со страниц современных книг живут насыщенной жизнью. Авторы позволяют им участвовать в приключениях, в которых хотели бы побывать многие наши читатели. Например, коту Брысю из замечательной книжной серии Ольги Малышкиной удалось попутешествовать во времени и в пространстве, оставить свой крохотный и кошачий след как в истории Российской империи, так и в некоем произведении мировой литературы. Конечно, помогут ему в этом друзья коты из Эрмитажа настоящего и прошлого, щенок Мартин, крыс Пафнутий и многие другие. Книги будут интересны маленьким любителям историй, подросткам и взрослым. Милые и забавные, хоть и черно-белые, иллюстрации не оставят равнодушными котолюбителей, а самые любознательные порадуются кратким историческим комментариям. Кот-детектив Макс из книги Сары Тодд Тейлор сменил жизнь в поместье графини Арлингтон на службу в Королевской опере и не прогадал. Его обожают солистки и хористки, танцовщицы и костюмерши. Словом, все, кроме отъявленных злодеев. Например, знаменитая оперная дива «Мадам Эмиральд» скверно ведет себя не только по отношению к коту, но и к двуногим обитателям оперы. «Ты вообще полна странностей!» «Как может певица отказываться выступать на сцене, а петь только в гримёрке?» «Ну ничего, Макс выведет её на чистую воду!» В детективах молодой немецкой писательницы Фрауке Шойнеман Сыщик, кот по имени Уинстон Черчилль распутывает разные, порой криминальные загадки. Помогают ему в этом девочка Кира, кошка Адетта, а также многие другие животные. Впрочем, сталкивается Уинстон и с такими преступлениями, которые вряд ли заинтересуют человеческую полицию. Например, в повести «Спасти Адетту» у Уинстона похищают возлюбленную, которая ждёт малышей. А местные жители утверждают, что это дело лап мышей. Как теперь вызволить Адетту из плена до того, как она родит котят? Приходите в Каковинку за этими и другими интересными историями про пушистых домашних любимцев.